Алексей Зверкович увлекся фотографией еще в юности. В школьные годы начал снимать на пленку. Алексей считает, что между съемкой на пленку и на цифровой фотоаппарат большая разница. Выстраивая кадр на пленке, ты 10 раз подумаешь, прежде чем щелкнуть. Потому что сейчас, конечно, вот это вот развратила немножко цифровая фотография, что ты можешь позволить себе нажать тысячу раз на кнопку и даже выбрать из них один кадр, который чисто случайно окажется шедевром. А при пленке, конечно, приходится именно работать над кадром. И вот эта вот работа, она как-то, наверное, отражается на самом кадре, потому что как-то вкладывается душа, как-то вкладывается, наверное, в твои старания, в твои умения. Из рабочих поездок по основной профессии в Республику Коми на полуостров Ямал Алексей привез удивительные снимки, на которых запечатлены красоты нашей страны. Там люди как-то немножко по-другому живут, и ритм жизни совершенно другой, и природа другая, и солнце встает не так, и облака там другие, и небо ниже, и, ну, даже не то, что ниже, небо другое. Вот. И там все как-то по-другому, и поэтому это хочется снимать, потому что ты этого здесь никогда не увидишь. И единственное, что ты можешь принести или оставить, это именно те кадры, которые ты можешь успеть там сделать. Алексей и сам организует выставки. В День защиты детей в детском городке прошла организованная им уже третья по счету выставка детской фотографии. Это наши видновские фотографы, как любители, так и профессионалы, они присылают фотографии детей. То есть кто-то профессионально снимает, кто-то своих детей снимает, кто-то просто так любитель снимает. Вот. Ну, и так как дети, это тоже неисчерпаемая тема для фотографий, потому что вот эти вот эмоции, они вообще неповторимые и просто непередаваемые ничем. Вот. Поэтому мне понравилась сама идея этой выставки, чтобы показать людям, какие у нас чудесные дети. Искусство фотографий, по словам Алексея, не способ заработка. Однако, несмотря на это, он постоянно учится, совершенствует свой навык, общается с профессиональными фотографами. У Алексея много фотографий нашего города. И это повод, чтобы принять участие в конкурсе телеканала «Видное ТВ. Старый город. Новый город». «Видное», как он считает, очень фотоэгеничен. Хотя в нем и нет известных достопримечательностей. Но можно сделать много интересных снимков. Очень хотелось бы, чтобы в конкурсе приняло участие как можно больше фотографов тоже нашего города. Как профессиональных, так и любителей, так и просто любящих пофотографировать. Может быть, действительно у людей есть просто случайные, но очень чудесные кадры. Это было бы очень здорово показать красоту нашего города, как он выглядит в разные поры года, в разное время суток, праздники, будни. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.